МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель, в студии працу Александр Гамоля, глядите в этом выпуске. Шановать, великий подвиг белорусские пошуковики передали Брандской области останки червонармейца, который загинул в Лоевском районе в 1943-м. Вырошусь проблемы насильництва, громадская приемная, протягивая работу. Потребуется суд. До 7-годовой Киры Куруленко с Будокошелева вернулся рак. Обвешанный терминовый сбор. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Вертание до дому. Про 77-годов в Лоевском районе нашли останки червонармейца Владимира Лайкова. 18-годовый солдат из Новозыпкова лишился пропавшим без весток. Сегодня на мяже Беларуси и Россия его останки передали родным для первопахования. За церемонии назирала Ганна Корольчук. Это Павел Безручко, отделник Гомельского областного пошукового объединения памяти Айчины. Миновит Айону Жнию не зарабил важную знаходку подчас раскопок каля Лоевского водосховища в районе Вески Марс. Поднял медальон, гильза была нестрельная с винтовки Мосина, обвернута бинтом, на бруслере ячейки одиночные. Поехал я домой, ночью мне приснился сон, приснился мне наш герой Лайков Владимир Тимофеевич и попросил у меня помощь. На следующий день я со своим коллегом Андреем Плещом поехали на это место исследовать и оказалось, что останки бойца находятся в этой ячейке, как он мне приснился. Установить особу солдата допомогла записка, укладенная у гильзу. На шматку паперы было написано имя бойца, год на роджение, место жихарства. На дворотном боку имя и огородной сестры. Якая была радость и издевление Павла, коли после взворота до российских коллег отрымалась из найти племенец у Владимира Лайкова, Любову Мельникову. Такие выпадки для пошуковиков – соправдная редкость и удача. Не глядя на то, что молодой человек удельничал в раскопках с детинства, он у першины узнайшел останки солдата и до того, что помог вернуть их родным. У меня два прадедушки погибли в начале войны, пропали тоже без вести. То есть появилась такая цель, что, дай бог, они тоже найдутся. Как бы цель есть, надежда есть, что они тоже могут вернуться домой. У веры с не 43-го года, после вызволения родной везки Замишева в Новозыпковском районе, 18-годовый хлопец Владимир Лайков был мобилизованный 307-й стрелковой дивизией. Он удельничал в боевых деяниях за вызволение Лоевской земли, однако празд два месяца перестал выходить на сувя с семьей. Его лечили пропавшим без весток. И батька Владимира празд 10-ти годы, после закончения войны, без вынякова протягивал шукать своего сына. Сегодня урну с его прахом от пошуковиков при малой его племеннице, Любов Мельникова. Она народилась в 47-м году, а про своего дядьку ведает только про сказах Матули. Моя мама, его сестра, вот этого Володи, так она все время плакала, когда его не стало. И мы очень рады, конечно, что не говорят нам, что он погиб там где-то с чем-то, а говорят, что он просто погиб при защите Родины. Бойца Червоной армии похивают уродные везцы. В солдатской могиле недалеко от его батьков. Во время 46-й церемонии Кировничество Бранской в области выказало подяку Гомельскому облаконкаму и пошуковым отрядам Гомельщины за работу по увековечиванию памяти загинувших солдат. Война протягивает нагадывать про себе прозноденные предметы, зброю и гильзы. Только за последние три года в Лоевском районе удалось установить имены больше за 500 ранее неведомых солдат. И эта работа протягнется. Ганна Кральчук, Валерий Хапанько, телерадио «Компания Гомель». Сегодня на Комельщине открылась и еще одна пограничная застава. Она находится у везцы Дзяража Человского района и будет оховывать 20-километровый участок белорусско-украинской границы. Все помешкания находятся у 23 компактных шмат-функциональных модулях. Они оснащены всем необходимым для проживания и выполнения службовых задач. На территории обсталеванное место для заховывания и ремонта техники, вольер для службовых собак, а так само специальный городок для занятков с военнослужащими. Перевага модульной заставы – мягчимостью стислый термин и без значных затрат переместите ее на иншие участки границы. В техничном оснащении заставы будут активно выкористовываться плавсродки разного типа и тепловизоры. А про то, благодаря специальной аппаратуре, тут есть мягчимость дистанционного контроля в любой час суток. В перспективе на белорусско-украинской границе плановится еще больше повеолечить количество автономных техничных сродков оховы, что позволит дистанционно контролировать свыше 100 километров. В тем лику на территории Полецкого державного радиационно-экологичного заповедника. Сегодня у Гомеля подводили выники работы профсоюзных организаций и вызначали задачи на наступный год. Принять уделу в работе Пленума Совета областного объединения запросили депутатов национального схода, керавников первичных организаций и социальных партнеров. Размова об выниках года одразу плановалась серьезной и деталевой. 2020-й для организации оказался непростым. Одночасово с выполнением основной задачи по социальной обороне працующих шмат сил и сродков профсоюзы накировали на боротьбу с коронавирусом. На эти меты выдатковали больше, как 4,5 миллиона рублей. А про чатаго новые экономичные умовы потребуются новых подыходов до оценки рынку занятости. Задача для профсоюзного актива – звядение до минимума фактов применения наймальниками режиму неполного працовного тыдня и скорочение працовного дня. Головное – с уместно социальными партнерами захавать в творчестве рабочее место. Как означается подчас пленума, профсоюзы не ставят перед собой политичные меты, а ли им не бы як вылез краины, кто и як будет забеспешивать стабильность у громадства и добробыт у семьях. Во-первых, Всебелорусское собрание, которое определит основные направления в работе всего нашего государства на это в будущие 5 лет. А исходя из этого, конечно же, будут выстроены работы профсоюзов. Это не может быть по-другому. Каждый построит свою работу на основании тех принятых решений, которые будут рассмотрены в Всебелорусском собрании. Кожный авторок и чатсверо-гомельскими обвыконками проходят громадские приемные. Телефонные линии и особистые приемы проводят керавники структурных подразделений у выполнения комитета, а так само депутаты, палаты представников и члены Совета Республики и национального схода Республики Беларусь. С какими просьбами звертаются до их же хары региона, ведают наши корреспонденты. На этот раз прием проводит член Совета Республики и начальник Гомельской мытни Феликс Яшков. Пытания у шматы хоть часто я не носят особистый характер, але без певных законодавших изменений у их вращения немогчима. Шмадетная мать из Гомеля каже, что некольких годов тому семья отримала кватеру, за якой было необходно доплатить 10 тысяч долларов. Але здарылся бяда, муж стал инвалидом, и теперь уся его пенсия накеровывается на погашение долгу. Сродка для того, как привезти новую квартиру належность там нема, а тому шесть человек вымышены жить у тесной однопокайовцы. Женщина просит дозволить выгород статьей на этой метой материнский капитал. Правда, отповедным законам такая ситуация не продугледжена. Я правильно понял, что вы хотели бы использовать материнский капитал на ремонт квартиры? На ремонт, да, да. Нам больше ни на что не нужно. Только на ремонт. Это единственная наша вот просьба огромная. Потому что мы два года живем, и вроде их новостроится, и без нее. Тогда с вашего позволения подумаем, каким образом и куда обратиться. Мы еще одну околичность применения законодавства, звертая увагу, гомельчанка Лилия Поз. В этом году она находилась у одной из больниц Сестрынского догляду. Для оплаты оказанных послуг пациенты перелечивают 80% пенсии. По словам Женщины, проблема у тем, что пенсии у людей с великим працонным стажем и ты, кто практически николи не працавау, розные. Як выник, за однольковые послуги нехто платить 500 рублев, нехто – 150. На думку Лилии Поз, в социальном плане это несправедливо. И когда я выезжала на коляске в коридор, то видела, что обитатели этой БСУ всякие, и бывшие бомжи, в общем, разной социального уровня, то спрашивается, должно ли так быть. Особистые приемы «Промая телефонная линия» протягиваются две годины. За этот час Феликс Яшко узнаемится с пропановыми об шляхах узмацнения розных Галину Лады, необходности перегляду по меру пенсии для инвалидов третьей группы и узмацнение отказности за сдаденные на сутки кватеры. После закончения работы громадской приемной сенатор означает необходность выучения громадской думки и обязанности покинуть поза увагой ни одного сворота. На сегодняшний день мы все прекрасно понимаем, насколько важна работа, которая проводится, потому что как мы на сегодняшний день построим нашу нормативную базу, включая самый главный наш документ, так мы и будем жить в дальнейшем. Наша страна не зря называется социальным государством. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, Телерадио, компания «Гомель». У Гомеля во взрослых 100 годов померла ветеран Великой Айчиной войны Любовня Тубская, легендарная телеграфистка, якая первая из Берлина поведомила про перемогу в 1945 году. Любовня Тубская народилась у Московской области. У початку войны ее и было 20 годов. Девчина и мкнулася на фронт, однако 9-ю армию ее накировали не одразу. С початку залечили у особный запасный телеграфный батальон. После опытная телеграфистка была в штабе 1-го Белорусского фронта, удельничала у вызволений Беларуси, Польши и Германии. У ночь на 9 мая она передала у Москву звездки о подписании акта безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. За боевые заслуги узнагароджена орденами Червоной Зорки и Айчиной войны, медалями за вызволение Варшавы, за взятие Берлина, за перемогу над Германией. У Гомель Любовня Тупская переехала каля 30-ти годов тому. С гэтым городом у ее суместная значная дата – 26-го листопада, день ее нараджения и день вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников. Любовня Тупская померла у сне 6-го снежня, ее поховали у Добрыши. Телерадует компания «Гомель», выказывая спочуванье родным и близким. Во всех школах Гомельской области обовязково проводится так званый «ранешний фильтр супрацовников» у Тымлику с применением бесконтактной термометрии. О прочатах у навучальных установах починается установка специального обсталявания, якой на 99% очищает поветро от бактерий и вирусов. Наши корреспонденты ознайомились с профилактическими мероприемствами. 11-я Гомельская средняя школа – полова 8-й годины ранницы. До початку занятков – 30 хвилин. Кап трапить у будинок, необходимо обовязково пройти так званый «ранешний фильтр». Для ученев – это визуальный контроль. Для наставников – бесконтактная термометрия. При тем, что все дорослые должны находиться еще и в масках. У якости мясового нового введения – бактерицидные рециркуляторы. Як отзначается у техничным пашпорте, гэты обсталявания дозволяя на 99% очищать навокольное поветро от бактерий и вирусов. Пакуль у 11-й школе за уласные сродки набыли три такие установки. Яны знаходятся на уваходзеву установу, у столовой и наставницкой. У ближайший час усталюют яшетрый на кожным поверхсе. Гэты дозволить значно знизить рызаку заражения в учнях и наставников. А про шатагу на основе рекомендации Министерства ховы здоровья и областного центра ЕЕНЫ тут расспрасывали уласный супрац-эпидемичный план мероприемствов, выконание кого стало унутришкольным законом. Во-первых, это санитарно-гигиеническое состояние школы, которое мы поддерживаем на должном профилактическом уровне. Это постоянная уборка каждые два часа, иногда каждый час. Это генеральная уборка еженедельная по субботам. Вторым большим блоком является информационно-образовательная работа, которую мы проводим как с учащимися, так и с родителями. Но еще мы считаем, что профилактическим серьезным методом является чистый воздух. Именно поэтому режим проветривания также является наиболее важной формой защиты от вирусных заболеваний. Потребования носить маски для школьников нема. У 11-й школи ими корыстаются коля 10% навученцев. Алиусе применяют дезинфицирующие сродки, як школьные, так и уластные. Что тыжится наставников, то для их маска – обовязковый аксессуар. Некоторые кажут, что провести некольких один, поколь идут занятки у ее складана, алиб больше с претензий не выказывая. Не тяжело, я привычно, я работаю прям с первых дней, когда нам и было рекомендовано работать в масках. Зависит от маски, от материала маски. Есть они, через которые легко дышатся, есть которые немножко сложные. То есть нужно выбрать подходящий вариант для себя. Что касается рук, которые портятся, считаю, что если мы много моем и средством обрабатываем, кожа быстрее портится, чем, наверное, все-таки в перчатках. У 30-й Гомельской средней школе занятки так само проходятся в штатном режиме. Прикладно простый день тут начнутся перед новогодние святочные мероприемства. Правда, селета и они пройдут по особку в каждом классе. Не отменяли у Гомельских школах бесплатного харчавания. Працуют как столовая, так и буфет. Как и для наставников, для супрасовников харчблока так само обовязковое ношение масок. Даже раньше ранее их применение не было потребованием, навод подчас эпидемии гриппу. Ця первая година – это станет нормой. Жарко, все равно соблюдаем. Он же положен на масочный режим. В перчатках работаем. Все как положено. Руки обрабатываем постоянно. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Евген Макинка, телерадио «Компания Гомель». Час неумольно заканчивается. Семьогодовые киры Куруленка с Будокошалева потребна терминовая допомога. Удя учинки рецидиву онкологичного захворывания. Ей необходимо трапить на иммунотерапию в Испанию. Але сборы дзе вельми марудна. И батьки киры боятся, что не поспеют. Марина Северьянова наведала семью Куруленков подчас их короткого визиту додому з Боровлян. Четыре годы тому об невеликим райцентре Будокошалева доведелись не только во всей Беларуси, але и далее. А цель гучал розпорчный крич на допомогу. У трехгадовой киры Куруленка знайшли рак и одразу четвертой стады. Спочатку девчинку лячили и оперировали у нашей країни. Потім всім светом збирали гроши на лячение у Германии. У вынику подшули довгочеканное слово «ремиссия». И во селита тяжкая новина, яка смещается у одним страшным слове – рецидив. Будокошалева, у сходний микрорайон. Тут на четвертым поверси нас чекает семья Киры, как бы черговый раз рассказать людям свою трагичную историю у надзея, что допомога обовязкова пройде. На порозе сустракая Кира разом с маленькой сестричкой и матей. Девчинка спочатку соромится, с дымышной бригады хавается за матуліну спину. А потім со широй дитячей непосредностью проводит для нас экскурсию у свой маленький свет. Я ее гонор – аквариум. Яго Кира отримала у маи на день народження. А кто там? Это петух. Петух? Да. А разве петухи живут в аквариуме? Они же в сарае живут. Это петушок. Это рыбка такая? Да. И ты за ней ухаживаешь сама? Ну, только кормлю, а мама мне помогает воду менять. Хотя мама воду меняет, а я помогаю украшать. Красиво у тебя? Там и ракушки, и домик, и мельница для петушка. Да. Его зовут блеск. Четыре годы тому у Киры знайшли нейробластому забрушенные просторы с метастазами у лимфовузлах и костевым мозгу четвертой стады. Девчинцы пришлось пройти празд шесть блоков химиотерапии, операцию по выдаленні пухлины, трансплантацию костевого мозгу. Как было меньше риски отримать рецидив, урачи рекомендовали прости лечения антителами у Германии, дякуючи необыяковым людям, тады усе отрималося. И наступили два с половой счастливые годы ремиссии. А сё лета хвороба вернулася. Начала хромать на левую ногу. И жаловаться на боли, да? Да, да. Мы сделали снимок, вот сразу показал перелом. Всё, сделали гипс. Сняли гипс через, ну, две с половиной недели, по-моему. И всё, было понятно, что это не перелом. А как могли по снимку определить перелом, если его не было? Он был перелом, просто, ну, он как патологический перелом, как метастаз. А, то есть это из-за онкологического заболевания случился этот перелом? Да, да. Не из-за травмы? Да, но он случился вот в кости. Как опухоль вырасти, ничего не выросло. Вот просто пошёл метастаз в кость, костный мозг и лимфозлы. Кост лечения свыше 300 тысяч евро. Зараз собрано 30% от этой суммы. Кабы у испанской клиницы сгодилися принять кирину лечения, потребно унести 50%. Часу практически нема. Девчинка не может долго знаходиться без лечения. Кали за ближайшие дни не сдарится суд, то киры с матью треба будет вернуться у брауляны на третий блок высокодозной химиотерапии. А это великое выпробование для маленького и омаль обясиленного детского организма. Та помогшись семье вырытывать детяти, может, каждый жадающий. Реквизиты для охвирования вы видите на своих экранах. Я хочу обратиться к каждому, кто сейчас видит меня. Я благодарю всех, кто помогает нам. Всех, кто помог. Всех, кто думает ещё, чтобы помочь нам. Спасибо вам. Я прошу не оставлять нас. Прошу помогите мне спасти дочь и успеть уехать вовремя на лечение. На питании до Киры, обшим я на мары, девчинка рассказывает про ожидание иметь котяня. И ни слова про им к ней не выздороветь. Мать и каже, что Кира наумысно позбегает этой темы. Хотя бы сейчас, в родных стенах, можно забыть про бесконцное больничное житё. Вельми хочется, чтобы все такие простые мары, эти веселые и добрые девчинки справились. Но для этого она должна жить. Марина Северьянова, Сергей Комков, телерадиокомпания «Гомель», Будо Кошелёва. Это и другие новинные информации о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии. Руслан Габрилёв, здравствуйте. В «Гомеле» пешеход выбежал на дорогу перед автобусом и спровоцировал ДТП. 55-летний водитель автобуса двигался по улице Мазурова. В пути следования он наехал на 18-летнего пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте около регулируемого пешеходного перехода. Молодой человек получил телесные повреждения и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение. По предварительной информации ГАИ, он был пьян. Госавтоинспекция напоминает пешеходам о том, что переходить дорогу необходимо только в установленных для этого местах. При этом необходимо не забывать убеждаться в безопасности своего перехода. Ни в коем случае нельзя перебегать дорогу перед близко движущимся транспортным средством. Кроме этого, в темное время суток необходимо обозначать себя световозвращающими элементами. Если вы стали очевидцем того, как пешеходы в темное время суток движутся по проезжей части без световозвращающих элементов, а также передвигаются по дороге или вблизи нее в состоянии алкогольного опьянения, позвоните по номеру телефона 102, сообщите о таком человеке и, возможно, ваш звонок сохранит ему жизнь. В Мозырском районе оперативники сдержали мужчину и женщину с крупной партией психотропов. У 30-летнего жителя райцентра была изъята пачка из-под сигарет, в которой находился пакетик с белым порошком. У женщины в кармане куртки был обнаружен пакет с аналогичным по составу содержимым. Эксперты установили, что это амфетамин и метаамфетамин. Общий вес изъятого около 20 граммов. Возбуждено уголовное дело. Еще одно преступление по линии наркоконтроля было зафиксировано в Мозырском районе. Рядом с садоводческим товариществом «Путеец» сотрудники инспекции животного и растительного мира задержали двух мужчин, которые выезжали из леса. Об этом они сообщили в милицию. На место выехали сотрудники наркоконтроля. При обыске машины они обнаружили сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что это амфетамин массой около 2 граммов. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота психотропных веществ. За последнюю неделю это уже второе аналогичное происшествие вблизи садового товарищества «Путеец». В Гомеле-Сауди сняли четыре колеса. О случившемся сообщил хозяин иномарки. Оперативники установили личности злоумышленников по записям видеокамер. Ворами оказались два жителя Мозыря. Одного задержали по месту жительства. В салоне его авто нашлись похищенные колеса. Личность напарника установлена. Он объявлен в розыск. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Под Гомелем пенсионер провалился под лед. Мужчина самостоятельно выбрался на противоположный берег, но вернуться к точке выхода на лед не мог. На помощь пришли спасатели. Сотрудники МЧС при помощи доски и веревки переправили пострадавшего. С предварительным диагнозом «общее переохлаждение тела» он был госпитализирован. За минувшие сутки в Гомельской области зафиксировано два пожара в аптеке и магазине. Вероятная причина возгорания – нарушение правила эксплуатации электросетей и электрооборудования. Так в Хойниках горела аптека. Посетители и работники эвакуировались до прибытия спасателей. Огонь повредил лампу, медикаменты и пол в помещении для изготовления лекарств. В Лельческом районе возгорание произошло в продуктовом магазине. Повреждены кровля и потолок. В обоих случаях обошлось без пострадавших. В жилом секторе региона зарегистрировано 7 пожаров и повреждено 5 строений. Во всех происшествиях никто не пострадал. В Былокошелевском районе горел деревянный жилой дом. Огонь уничтожил кровлю и имущество. Повредил стены. Рассматривается версия причины возгорания – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Аналогичная версия возникновения пожара и в Жлобинском районе. Там уничтожены кровли и имущество внутри кирпичного жилого дома. А в Петриковском районе причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. В результате повреждены стены, потолки и имущество в здании. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. А я Руслан Габрилев. Благодарю всех за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь4» гомель новости спорта в студии Максим Сайвин. Здравствуйте. Сборная Беларуси по мини-футболу одержала победу в первом матче отбора на чемпионат Европы 2022 года. Успех в игре с командой Израиля принесли стандарты. Все три гола белорусы забили после розыгрыша аутов. На старте первого тайма отличилась связка из Оршанского Витена. Павел Роговик пасовал, забивал Юрий Рабыко. После перерыва свое слово сказали игроки гомельской БЧ. Максиму Евдокимову ассистировал Сергей Селивончик. Точку в поединке поставили гомельские вагоностроители. Владислав Селюк записал на свой счет результативный удар. Передачу ему отдал Антон Матвиенко. Победа белорусов 3-0. Определился соперник БЧ в 1-8 финала розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу. В столичном дерби штурм обыграл Бел Инвест. Счет поединка 4-1. Теперь победителю предстоит встреча с БЧ. Игра пройдет 19 или 20 декабря в Минске. Напомню, что в 1-8 финала из представителей Гомельской области сыграют также гомельский ВРЗ, Светлогорский ЦКК и Речицкий Метрополис. Столичный СКА сместил Гомель со второй строки мужского чемпионата Беларуси по гандболу. Подопечные Игоря Попруги на домашнем паркете взяли реванш у гомельчан за выездное поражение в первом круге. Первый тайм армейцы оставили за собой весьма уверенным – 20-11. После перерыва гости сыграли лучше, но сократить отставание не смогли. Итог – 40-28. Победа СКА. Лучший бомбардир в рядах Гомеля Игорь Кожедуб – 5 голов. У армейцев по 10 забросили Николай Алехин, Владислав Кривенко. Следующий поединок Гомель проведет на выезде 12 декабря соперник Крона. Гомель и Металлург завтра проведут очередные матчи в хоккейной экстралиге. Гомель ждет в гости Гродненский Неман. Игру, которая стартует в 18.30, телеканал «Беларусь 5» покажет в прямом эфире. Жлобинский Металлург ждет в гости Динамо Молодечно. Не знающая поражение, уже шесть матчей к ряду. Соперники встречались в последний раз 21 ноября в Молодечно. Победу праздновали хозяева. Предстоящий матч начнется в 19.00. Высшие лиги хоккейного чемпионата Гомель-2 продолжают проигрывать. На этот раз Рыси были дважды биты дублем Бреста 3-6 и 1-5. В таблице Гомель-2 на предпоследнем 13-м месте. Металлург-2 пытается дотянуться до тройки сильнейших. Из поездки в гости к замыкающему топ-3 «Шахтеру-2» Столивары привезли 3 балла. Команды обменялись победами. Сначала сильнее были гости 3-2. На следующий день горняки взяли реванш 2-0. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры создавал DimaTorzok